Поехали дальше обсуждать линейные операторы. Давайте я начну с такого определения. Итак, пусть у нас есть линейный оператор А, который действует на каком-то линейном пространстве В, и пусть какое-нибудь У – это пространство этого самого В. Значит, по определению У называется инвариантным под действием А. А если для всякого вектора У из пространства У, АУ тоже принадлежит этому же самому пространству У. То есть, иными словами, полный образ. Значит, если я подействую этим оператором на все пространство У целиком, то я получу подпространство, которое, по крайней мере, вложено в У. Может быть, оно совпадает с У, может быть, оно меньше, чем У, но, по крайней мере, вложено. По крайней мере, ничего этот оператор не выкидывает из У. Значит, в этом случае такое подпространство называется инвариантным подпространством. Ну, давайте пример какой-нибудь рассмотрим. Допустим, у нас есть такой оператор, который… Скажем, вот у нас есть оператор А, заданный такой матрицей. Два, ноль, ноль, три. Какие у этого оператора инвариантные подпространства? Значит, есть какие-нибудь инвариантные подпространства? Или давайте даже вот, чтобы было веселее, давайте вот так сделаем. Значит, есть инвариантное подпространство. Так, ноль и В. Ну, значит, нулевое подпространство всегда является инвариантным. Если у вас есть нулевой вектор, то он всегда переходит в нулевой вектор, и поэтому такое подпространство всегда инвариантное. Все пространство тоже всегда является инвариантным, потому что если оператор действует на этом пространстве, он не выводит никакие векторы за пределы этого пространства, значит, оно тоже действительно будет всегда инвариантным. Это правильное утверждение. Нулевой вектор и все пространства обязательно будут вариантными подпространствами. Так всегда будет. Это неинтересные варианты подпространства. Они всегда будут, но их обсуждать не очень интересно. Давайте теперь какие-нибудь интересные подпространства. 0n. Да, значит, 0n – это значит подпространство, натянутое на второй базисный вектор. Значит, вот такая штука. Действительно, если у нас есть какой-то вектор, который пропорционально второму базисному вектору, то есть любой вектор 0 что-то, под действием нашего оператора он переходит просто в нулевой вектор. Нулевой вектор принадлежит любому подпространству, значит, в том числе и этому. Значит, 0. Здесь будет какой-нибудь у. Допустим, я умножаю на матрицу 2, 0, 0, 2. Получаю матрицу 0, 0. Вектор 0, 0. Вектор 0, 0, конечно же, принадлежит вот такому подпространству. Да, и подпространство, натянутое на первый базисный вектор. Вот такая штука тоже инвариантна. Если я возьму наоборот, возьму наоборот какой-нибудь вот такой вектор, он превратится в вектор 2х0. И вектор 2х0 тоже принадлежит линейной оболочке вот такой штуки. Значит, есть ли еще какие-то инвариантные подпространства? Никита говорит «нет». А почему «нет»? Может кто-нибудь объяснить? Так, с Y неправильно. А, я матрицу неправильно написал, здесь должно быть норм. Да, поправил. Спасибо, Александр. Итак, есть ли у этой матрицы еще какие-нибудь инвариантные подпространства? Вдруг еще какие-нибудь есть? На самом деле нету, потому что, смотрите, во-первых, у нас все пространство двумерное, значит, нетривиальные его подпространства могут быть только одномерными. Одномерное подпространство — это просто подпространство, натянутое на какие-то вектора. Одномерное подпространство соответствует какому-то собственному вектору. Потому что, ну, что означает, что одномерное подпространство собственное? Это означает, что у вас вектор из этого подпространства под действием оператора переходит в вектор из этого же подпространства. Но если подпространство одномерное, то это означает, что он просто масштабируется, он просто домножается на константу. Поэтому других нет, потому что нет других собственных векторов. Мы уже два собственных вектора нашли, они соответствуют разным собственным значениям, а никаких других собственных векторов не останется. Не может быть три разных собственных вектора или независимых в двумерном пространстве. Значит, других подпространств нет. Вот. Хорошо, давайте... Здесь подпространства были одномерными. Давайте приведем пример какого-нибудь... Давайте приведем пример какого-нибудь подпространства, которое бы не было бы одномерным. Но вот, например, давайте представим себе, что у нас такой оператор. Значит, он устроен таким образом. Он работает в трехмерном пространстве. Вот у нас здесь х1, х2, х3. И он поворачивает все пространство на какой-нибудь угол. Скажем, на угол... На угол φ. Давайте сначала вообще безо всяких матриц посмотрим, как устроены его инвариантные подпространства. Какие они есть. Понятно, как оператор работает. Он просто берет все пространство... Вот у нас есть вертикальную ось. Он берет все пространство и поворачивает его на какой-то угол. Ну, давайте для простоты считать, что... Возьмем какой-нибудь конкретный угол. Скажем, φ равняется π4. Вопрос. Что вы можете сказать про его инвариантное подпространство? Значит, а оператор поворота пространства на угол π4 вокруг оси OX3. Значит, да, пока я писал формулировку, вы уже написали ответы. Значит, действительно, есть два инвариантных подпространства. Одно инвариантное подпространство — это вот такая плоскость. Плоскость, натянутая на первые два базисных вектора. Понятно, что если мы совершаем такое вращение, то эта плоскость остается на месте, она никуда не переходит. А другое инвариантное подпространство — это, наоборот, ось вращения. Она тоже никуда не переходит и остается на месте. Значит, действительно, это... Значит, два подпространства. Одно подпространство называется вот таким. Ой, нет, у нас трехмерное пространство, поэтому я неправильные векторы пишу. Нужно писать в векторы с тремя компонентами. И вообще я путаю скобки. Значит, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Это одно подпространство, а другое подпространство 0, 0, 1. Значит, всегда ли инвариантное подпространство дополняет друг друга до полного пространства? Прекрасный вопрос. Давайте рассмотрим пример. Значит, вот такой вот оператор, с которым, с похожим оператором мы уже сталкивались. Какие у него инвариантные подпространства? Прекрасный вопрос. Значит, мы знаем, что у него есть инвариантное подпространство. Сейчас, Максим, вы уверены насчет 0, 1? Давайте посмотрим, вектор 0, 1 куда переходит. Вектор 0, 1 переходит в вектор 1, 1. Он не туда ушел. Да, значит, вот такая штука не является инвариантным подпространством. Потому что мы взяли вектор отсюда, подействовали на него нашим оператором и убежали из этого подпространства. А вот 1, 0 действительно является инвариантным. Ну, собственно говоря, потому что он, собственно говоря, потому что он, потому что он собственный. 1, 0 является инвариантным. Есть ли еще какие-нибудь инвариантные подпространства? Ну, да. Значит, есть 0 и все пространство, тривиальное подпространство, а нетривиального больше нет. А, значит, других нетривиальных подпространств нет. Ну, опять же, если бы они были, если бы они были, то у нас были бы еще какие-то собственные векторы нетривиальные. Значит, я... Да, да, смотрите, значит, еще раз. Я говорю, что вот мы нашли инвариантное подпространство вот такое. А то, что нет других, следует из следующего факта. В размерности 2 нетривиальных подпространств вообще... Значит, нетривиальные подпространства в принципе могут быть только одномерными. Одномерное подпространство, что означает, что вот у оператора есть одномерное подпространство. Вот представьте себе, что у нас есть одномерное подпространство. Это означает, что любой вектор из этого подпространства переходит в вектор, который лежит в этом же подпространстве. Это обязательно означает, что этот вектор является собственным, то есть он просто отмножается на число. Других собственных векторов у вот такого оператора нет. Это проверяется явным образом. Можно найти все собственные значения, убедиться, что собственные значения только единица, а дальше найти явно все собственные векторы. Смотрите, рассуждение такое. Пусть у меня инвариантное подпространство, давайте я даже вот прям сформулирую в виде некоторого утверждения. Значит, утверждение. Всякое одномерное инвариантное подпространство имеет вид линейной оболочки одного вектора, где V — собственный вектор. Ну, давайте я даже формально докажу доказательства. Значит, рассмотрим любой вектор U из вот этой штуки. Значит, вектор U представляется в виде μ на вектор V по определению того, что такое линейная оболочка. А, U равняется А, μV равняется μAV. По определению инвариантного подпространства μAV принадлежит снова вот такой же оболочке. А, следовательно, μAV равняется какому-то μV. Нет, μ плохо. Дайте какую-нибудь другую букву. αV. А, следовательно, значит, я рассматриваю здесь ненулевой сейчас вектор U, поэтому у меня μ пусть будет тоже ненулевой. Значит, А... Сейчас. А, и... Что-то я зря... Я зря... А, нет, все хорошо, да. Значит, следовательно, АВ равняется α, деленное на μV. Следовательно, В собственный. Вот совсем формальное рассуждение. Ну, неформальная идея такая, что вот если у вас есть инвариантное подпространство, то любой вектор из этого подпространства должен переходить в вектор из этого же подпространства. Но если это подпространство одномерное, то он должен просто умножаться на константу, переходить в вектор подпространальный самому себе. Вот. Да, но смотрите, это как бы вот это рассуждение, оно работает для одномерных подпространств. Например, вот в этом примере есть подпространство, которое не натянуто на собственные векторы. Это, собственно говоря, вот эта вот плоскость. Эта плоскость — это двумерное подпространство, и оно ни на какие собственные векторы не натянуто. Ну, по крайней мере, если мы считаем, что это, ну, да, в общем, это подпространство уж точно не натянуто ни на какие собственные векторы. Окей. Так, смотрите, давайте я сформулирую такое утверждение. Пусть у вектора есть к-мерное инвариантное подпространство. Тогда существует базис, в котором матрица оператора А имеет вид. Пусть у вектора нет. Пусть у вектора есть к-мерное инвариантное подпространство. Стоит. Значит, вот этот блок имеет размер K на K. Перекрасил матрицу. О, оператора, конечно. То есть, что я про эту матрицу утверждаю? Значит, вот здесь написано какой-то блок, какая-то матрица A1 размером K на K. Вот здесь написан блок, который состоит целиком из нулей. Здесь написано все, что угодно. Значит, вот такими звездочками я обозначаю матричный блок, кусочек матрицы прямоугольной, в котором написано все, что угодно. Ну, давайте я как бы напишу доказательства, хотя оно в некотором смысле тривиально. Возьмем базис в пространстве V. Сейчас. Не в пространстве V, давайте я как-нибудь это инвариантное подпространство обозначу, пусть оно называется U. Значит, в подпространстве U этот базис обозначается E1, E2 и так далее, EK. Дополним до базиса во всем V, произвольным образом. Получившийся базис E1 и так далее, E, N искомый. Ну, давайте посмотрим, почему это так. Значит, что утверждается? Утверждается, что подпространство U является инвариантным. То есть это означает, что любой вектор из этого подпространства снова лежит, после того, как мы на него подействовали оператором A, образ снова лежит в этом же подпространстве. Это означает, что каждый из вот этих базисных векторов, которые принадлежат этому U, переходит в какую-то линейную комбинацию этих же самых векторов. Раз это базис, значит, любой вектор из U представляется в виде линейной комбинации этих векторов. Дальше. Если мы запишем вектор, который представляется в виде линейной комбинации этих векторов в координатах, то у него на первых k позициях будет стоять что-то, а на последних позициях будут стоять нули. Значит, если мы теперь запишем матрицу нашего оператора вот в этом базисе, который начинается с вот этих векторов, то нам нужно будет в первых k столбцах записать эти самые координаты образов, и они в точности будут такими штуками, что вот у нас первые k позиции там не нули, а дальше нули. Это и будет соответствовать вот этой структуре этого блока. Значит, a, e, j, t принадлежит u, где g от 1 до k, следовательно, a, j, t равняется какому-то a, j, t, 1. Сейчас неправильно я пишу, потому что g — это будет номер столбца, поэтому пусть будет a, 1, j, t на e, 1, плюс и так далее, плюс a, k, t, j, t на e, k, плюс все остальные нули. 0, e, k плюс 1, плюс и так далее, плюс 0, e, n. Но тогда в житом столбце моей матрицы как раз и будут стоять вот эти числа по определению того, что такое матрицы линейного оператора. И все, доказательство на этом закончено. А понятна ли эта идея? Так, Настя понятна. Еще кому-нибудь понятно? Ну что, можно идти дальше? Хорошо? Да, давайте, Фархад. Значит, откуда вот эти нули берутся? Смотрите, значит, мы знаем, что a, j, t принадлежит u. Но u в u у нас есть вот такой базис. Поэтому если какой-то вектор принадлежит u, он раскладывается по этому базису. Ну и как бы если мы смотрим на его разложение по общему базису, то у нас уже есть, мы уже разложили его по вот этому базису. Разложение по большому базису однозначно. Поэтому если мы уже представили наш вектор в виде линейной комбинации вот этих, и никакие другие базисные векторы не понадобились, то это означает, что в разложении по вот этому большому базису вот здесь обязательно будут стоять нули. Ну просто потому, что как бы вот это равенство верно до вот этого плюсика. Ну, а значит, чтобы его дополнить до верного равенства, в котором будут участвовать все базисные векторы, нам тут просто нули нужно дописать. Значит, давайте посмотрим, что такое матрица A1. Смотрите. Значит, поскольку оператор A произвольный, то про матрицу A1 трудно сказать что-то определенное. Единственное, что про нее можно сказать, это вот что. Смотрите. Значит, если у нас есть, если у оператора есть инвариантное подпространство, то можно рассмотреть ограничения оператора на это инвариантное подпространство. Значит, пусть... у оператора A есть инвариантное подпространство U. Можно рассмотреть оператор. Значит, он так обозначается A, а палочка U. Это оператор, который действует на подпространстве U, а действует он точно так же, как действует оператор A. Значит, это оператор, который... Ну вот как бы... Мы смотрим на то, как этот оператор действует только на подпространстве U. На подпространстве U образом каждого вектора на подпростанстве у будет снова вектор на подпростанстве у. Значит, можно рассмотреть оператор, который действует только на подпростанстве у и совпадает на этом подпростанстве с нашим большим оператором. Ну вот, это называется ограничением. Значит, это называется ограничение. А на у. Значит, действовать он будет так. Для всякого... Так, тут надо как-то по-разному писать у большой и у маленькая. Значит, ну давайте вот это у меня будет у большое. Значит, если я беру вот этот оператор ограничения, действую им на вектор у маленькая, то я просто получаю то же самое, что я подействовал бы всем операторам а на у маленькая. Значит, для всякого у маленького из у большого. Значение оператора вот этого ограничения на этом у маленьком определяется просто вот таким образом. Тогда матрица А1 из предыдущего утверждения это в точности матрица вот этого ограничения в базисе Е1 и так далее ЕК. Вот это все, что я могу сказать про эту матрицу А1. Потому что это не просто так матрица, а матрица линейного оператора, который является ограничением нашего большого оператора на подпространство. Так. Давайте еще одно утверждение сделаем. Пусть у нас пространство В раскладывается в прямую сумму под пространство В1 и ВМА. Значит, зачем вы писали А? А, я понял. Я понял, о чем вы спрашивали. Короче говоря, матрица А1 на самом деле будет выглядеть так. Это А1 и так далее. матрица А1 ААК1 и так далее. ААК1 и так далее. ААК1. Значит, в терминах вот этих вот Ашек матрица А1 будет выглядеть вот так вот. Ну, потому что смотрите, по определению у матрицы линейного оператора по столбцам написаны координаты образов базисных векторов. В данном случае ровно они и написаны. Значит, вот я сказал, что я смотрю на образ житого базисного вектора и получаю, что координаты его образа вот такие. Значит, вот эти числа и написаны у меня в житом столбце этой самой матрицы. Значит, у меня здесь написано сначала они, а потом нули. Ну, а в самой матрице А1 написаны только они, только вот эту часть. Так, ну что? Значит, пусть В раскладывается в прямую сумму пространства В1 и так далее ВМ. Помнишь, что такое прямая сумма? Нет. Значит, пусть В раскладывается в такую прямую сумму и В житая инвариантно. Значит, все эти подпространства инвариантны относительно какого-нибудь оператора А. тогда существует базис, в котором оператор А задается матрицей такого вида. Такого вида. В раскладывается в этом%. Ну, каково. Что было? Смотрите. Смотрите. Значит, это называется блочно-диагональная матрица. Значит, каждая из ожитых — это матрица размерности. Ну, давайте я скажу, что вот у этих подпространств, давайте какие-нибудь размерности здесь припишу им. Значит, пусть они называются N1 и так далее, Nm. Значит, N житая — это есть размерность V житого. И N1 плюс и так далее плюс Nm равняется N, размерность всего пространства. Значит, тогда матрица ожитая — это будет матрица размерности. Так, у кого-то включен микрофон. Если вы хотите задать вопрос, задайте, а если нет, то лучше выключить. Спасибо. Значит, вот такая матрица. То есть у нас везде нули, кроме таких блоков на диагонали. А блоки на диагонали — это матрица размерности NGT на NGT. Ну, а как увидеть, что это правда? Как доказать такую теорему? Ну. Оставить вам что-либо в качестве задачки? Давайте оставлю в качестве задачки. После того, как мы обсудили предыдущие утверждения, это доказывается легко. Значит, доказательство упражнения. Доказательство завершено. Да, ну, вот, значит, хорошее упражнение — написать это доказательство аккуратно. Вот. Хорошо. Давайте поедем дальше. Давайте-ка я подгляжу, чего я хотел вам еще рассказать сегодня, чтобы ничего не забыть. Так, ага, ну да, вроде бы именно это я и хотел рассказать. Теперь докажем такую довольно забавную теорему. Смотрите. Вот мы можем делать с матрицами разные арифметические операции. Например, можно складывать матрицы, возводить матрицы в степени. Это означает, что от матриц можно считать многочлен. Вот если у меня есть какой-то многочлен, значит, у меня есть какой-то многочлен P от X, какой-то многочлен, то я могу рассмотреть значение P от A. Значение этого многочлена на матрице A. Ну, действительно, если у меня есть какой-то многочлен, что такое многочлен? Ну, вот многочлен — это есть какая-то такая штука. Допустим, у меня есть какие-то коэффициенты B0 плюс B1X плюс B1X квадрат плюс и так далее плюс BNX в степени N. Значит, если я хочу посчитать значение P от A, то оно по определению равняется следующему. Но вот с этой частью все понятно. здесь должно быть B2, конечно. Что делать с вот этим слагаемым B0? Да, Арина, и кэффициент поправил вроде бы, да? Значит, что делать с вот этим коэффициентом B0? Значит, вот это все матрицы. Здесь нет никаких проблем. Вот здесь это просто число. Действительно, как бы правильный способ превратить число в матрицу — это рассмотреть матрицу, которая называется B0 умножить на тождественную. как бы, ну, здесь можно было бы сказать, что у нас был B0 умножить на X в нулевой степени. И если мы матрицу возведем в нулевую степень, по определению это будет тождественная матрица. Поэтому разумно здесь написать тождественную матрицу. И таким образом определяется значение многочлена на любой матрице. Ну, тут, на самом деле, тут нужно быть немножко аккуратным, потому что не всякий... Как бы, если мы подставляем матрицу в многочлен, нужно убедиться в том, что с ним все происходит в порядке, с этим многочленом. Потому что мы с многочленами умеем делать разные преобразования, там, например, раскладывать их на множители, еще что-то умеем делать. И нужно убедиться в том, что матрицы с вот этими преобразованиями тоже дружат. Ну, что я имею в виду? Почему я призываю здесь к осторожности? Давайте рассмотрим такой пример. Вот давайте предположим, что у меня есть многочлен от двух переменных, от переменных X и Y. Значит... Пусть у меня есть такой многочлен, который называется X квадрат плюс 2XY плюс Y квадрат. Это многочлен от двух переменных. Хорошо вам знакомый. А еще вы умеете его упрощать, я уверен. Это X плюс Y в квадрате. Давайте я напишу, что это какой-нибудь Q от X и Y. Теперь давайте представим себе, что у меня A и B какие-то матрицы. И допустим, что я хочу написать, что такое Q от A, B. С одной стороны, я могу написать, что Q от A, B это есть A квадрат плюс 2AB плюс B квадрат. А с другой стороны, я могу написать, что Q от A, B... Ну, поскольку с точки зрения многочленов вот это выражение и вот это выражение это одно и то же. Значит, теоретически, я мог бы для Q от A, B использовать вот это выражение, а мог бы использовать выражение, в которое вот сюда я поставил вместо X, Y, A и B. Получилось бы вот такое. Вопрос. Могу ли я так сделать? Правда ли, что вот эти штуки равны друг другу? Значит, в алгебраическое равенство все верят. Вот эта штука равняется вот этой штуке. Да, ну вот значит, как правильно вы пишете действительно неправда, потому что для того, чтобы доказать вот это равенство, мы использовали тот факт, что произведение коммутирует. Для чисел это верно, поэтому для чисел это равенство верно. А для, например, для матрицы это равенство неверно, вообще говоря. Матрицы не обязаны коммутировать. Значит, если бы я взял бы вот это выражение и раскрыл бы здесь скобки, то я бы получил бы такую штуку. A плюс B, A плюс B. Значит, скобки раскрывать можно, тут правила работают, как обычно, но получится вот такая штука. A квадрат плюс B, A плюс A, B плюс B квадрат. Неправда, что вот эта штука равняется 2AB, потому что для того, чтобы так сказать, мне нужно было бы поменять местами вот эти два сомножителя, а этого я сделать, как правило, не могу. Поэтому ответ здесь нет, неверно. И в этом смысле многочлены от двух переменных с матрицами не очень хорошо дружат. В частности, они вот такие вот, ну как бы, они, конечно, дружат, но нужно учитывать, что в тех преобразованиях, которые вы делаете, нельзя пользоваться коммутированием. нельзя пользоваться коммутативностью, плохо сказал, нельзя пользоваться коммутативностью операции умножения. К счастью, когда мы рассматриваем многочлены от одной переменной, такой проблемы не возникает, потому что у нас здесь фигурирует только сама матрица а и матрица, является ее степенями. Все такие матрицы друг с другом коммутируют. Если у вас есть а в степени м и а в степени н, вы их перемножаете, получаете а в степени м плюс н. Значит, для одной матрицы таких проблем нет. Потому что а в степени м на а в степени к равняется а в степени м плюс к равняется а в степени к на а в степени м. Мутируют. Вот. Давайте теперь докажем такую теорему. Это называется теорема Гамильтона-Келли. Она нам для дальнейшего понадобится. Ну и плюс к всему она довольно забавно выглядит. Гамильтона-Келли. Вот смотрите, я сейчас обсуждал то, что можно подставлять матрицу в многочлены. А с другой стороны у нас с каждой матрицей связан конкретный многочлен. Какой? Значит, тут у нас есть какая-то матрица А, с ней связан какой-то многочлен. Какой многочлен связан с матрицей А? А? Характеристический. Характеристический многочлен действительно связан с матрицей А. Чего теперь очень хочется сделать? Мы только что научились подставлять матрицу в многочлены. У нас есть матрица и есть ее характеристический многочлен. Очень хочется подставить матрицу в этот многочлен. Давайте А от лямбда это есть определитель А минус лямбда Е. И очень хочется найти вот такую штуку. Не знаю у кого как, если бы не знал про Терема Гамильтона Кейли, то наверное в какой-то момент у меня возник бы такой вопрос. А вот что будет если такое сделать? Ну любопытно же. Такое детское желание попробовать. Как вы думаете, что получается? Да, хороший вопрос. А так можно ли вообще? А почему нет? Вот смотрите, мы только что обсудили, что если у нас есть какой-нибудь многочлен, то мы туда вместо аргумента можем подставлять матрицу. в данном случае вот этот самый хи а от лямбда это характеристический многочлен, это просто честный многочлен от лямбда. Вот возьмем вместо лямбда подставляем нашу матрицу. Кто нам запретит? Мы свободные люди в свободной стране. Хотим, можем подставить матрицу в собственный характеристический многочлен. Да, получается ноль, нулевая матрица. так, а может быть расскажите, почему вы считаете, что будет ноль, если вы раньше не знали эту теорему. Николай и Анастасия. Можно голосом? Не стесняйтесь задавать вопросы голосом. Определитель сейчас, но если бы ну да, если бы мы бы вот сюда бы вот подставили бы сейчас, ну непонятно, что здесь имеется в виду. Вот если бы мы бы вот сюда бы подставили бы матрицу А, значит, если бы мы вот сюда вот вместо лямбды подставили матрицу А, то, конечно, получился бы ноль. Но то, что мы делаем, мы делаем все-таки немножко другую операцию. Мы сначала посчитали, мы сначала, да, но все-таки совершенно не очевидно, что определитель сейчас значит, то, что можно подставить в качестве матрицы А то, что можно подставить в качестве лямбды матрицу А вот сюда, вообще говоря, это совершенно не очевидно, что получится то же самое, что если подставить матрицу А в качестве лямбды вот сюда. Вообще не очевидно. Ну, то есть можно легко представить себе ситуацию, когда это будет просто неверно. Не с этим определителем, а с кем-нибудь другим. Да, но идея хорошая, что должно получиться что-то похожее на ноль, и действительно получается ноль. значит, давайте я это явно напишу, что вообще говоря, не очевидно. Ну, можете попробовать это доказать. не очевидно, что значит, если у меня здесь есть какая-то матрица B, ну, и вообще говоря, это неверно, значит, то вообще говоря, неверно. вот вот такого равенства нету. Контрпромер сейчас, наверное, не приведу, но вообще это хорошее упражнение. Я думаю, что я в семинарский листочек включу что-нибудь, что-нибудь проверить на эту тему. Вот. Но конкретно для матрицы А это верно. Давайте я приведу сначала такое рассуждение. Давайте рассмотрим сначала диагонализируем матрицы. то есть пусть матрица пусть матрица а диагонализируем матрица. Тогда как я уже говорил, характеристический многочлен это инвариантная штука, он не меняется, когда мы делаем замену базиса. Поэтому мы можем сделать замену базиса и вместо матрицы А рассматривать матрицу того же самого линейного оператора, но в новом базисе. Характеристическое многочленное от этого не поменяется. Перейдем в диагонализирующий базис. Матрица А окажется, как говорят, подобной матрице диагональной, которая на диагонали стоят собственные значения. Характеристический многочлен при этом матрица А будет устроен так. Лямбда 1 минус лямбда, лямбда 2 минус лямбда и так далее, лямбда n минус лямбда. Значит, все вот эти лямбда 1 и лямбда 2 и так далее, лямбда n это собственные лямбда 1 и так далее, лямбда n собственные значения матрицы а. а а давайте подставим нашу матрицу в такой характеристический многочлен. Чего получается? хи а от а получается такая штука. Значит, вот здесь у нас будет такая матрица. у нее вот здесь вот будет написан блок, который состоит из сплошных нулей. А, даже не блок, это просто одно число. Значит, здесь будет ноль, 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 ну, а здесь дальше будет лямбда 2 минус лямбда сейчас. Значит, я подставляю матрицу вместо лямбды. Значит, здесь будет лямбда 1 минус лямбда 2 и так далее, лямбда n минус лямбда 2. Вот такая будет матрица. Умножить на матрицу сейчас. Здесь будет не ноль, здесь будет лямбда 2 минус лямбда 1, потом будет ноль, потом будет лямбда 2 минус лямбда 3 и так далее, ноль, и так далее. И в конце здесь будет лямбда n минус лямбда 1 и так далее. Лямбда n минус лямбда n минус 1, а здесь будет ноль. Первый множитель сейчас. Ничего пока не понимаю. Что вас смущает, Вика? Сейчас. Последняя клеточка. Да. А, ну да, конечно. Ерунду я хоть написал. Значит, мы вычитаем из лямбда 1 мы вычитаем лямбда n. Вот так. Так, сейчас, смотрите, давайте еще раз объясню. Значит, во-первых, перешли в диагнозирующий базис. Матрица стала вот такой. Дальше. характеристический многочлен, ну и исходной матрицы, и этой матрицы, они одинаковые, он вот такой. Значит, лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда n это конкретные фиксированные числа. Дальше. Я подставляю мою матрицу A, но я подставляю ее в характеристический многочлен, но написано вот в таком виде. Давайте посмотрим на первую скобочку. Значит, здесь написано следующее, здесь написано, что я должен, опять же, мы всякий раз числа заменяем на число, умноженное на единичную матрицу. Давайте я напишу поподробнее. Значит, вот у меня есть матрица A, которая есть вот такая, диагональная. Дальше. Что такое, значит, если я в выражение лямбда 1 минус лямбда подставлю, в качестве лямбды подставлю матрицу A, то это означает, что я должен рассмотреть лямбда 1 умножить на тождественное отображение минус а. Минус A. значит, мне нужно рассмотреть вот такое штуку, здесь будет лямбда 1 и так далее, лямбда 1. Тут будут все нули, вычесть, здесь будет лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда n. Так, в нижнем правом углу нули. А, потому что не нули. Потому что не нули, потому что тоже ерунда написано, здесь нужно было написать лямбда 2 минус лямбда n. Так, давайте посмотрим еще раз на всю картинку. Нули. значит, вот моя первая матрица. В первой скобке. как, понятно? Хорошо. после того, как я исправил все ошибки, видимо, стало понятнее. Окей. Теперь смотрите, значит, как устроена такая композиция. Давайте посмотрим. Значит, первая матрица обнуляет последний базисный вектор. Она переводит последний базисный вектор в ноль. Вот здесь стоят сплошные нули. Дальше. Каждая из матриц, на самом деле, просто обнуляет соответствующий базисный вектор. Все векторы пропорциональны соответствующему базисному. Поэтому, когда вы их примените последовательно, примените их композицию, то у вас получается, конечно, полностью нулевая матрица. Вы все векторы прибили таким образом. Значит, смотрите, что я еще раз хочу сказать. Хочу сказать, что у меня каждая из этих матриц устроена таким образом. Она один вектор переводит в ноль, один из базисных векторов переводит в ноль, а все остальные базисные векторы переводят только друг в друга. То есть, у нее есть вот такое инвариатное подпространство, которое она переводит в ноль, а все остальное подпространство, оно, там, ее дополнение, оно никуда не переводит, оно тоже инвариантное. И так далее. То есть, мы таким образом каждое из подпространств переведем в ноль, каждое из базисных подпространств. Значит, понятно сейчас это рассуждение или не очень? Давайте, может быть, немножко по-другому сейчас скажу. Немножко по-другому проведу это доказательство. Может быть, так будет даже чуть-чуть более понятно. Смотрите, давайте вот что сделаем. Вот пусть у меня есть какой-то многочлен P от х, который есть B0 плюс B1 х плюс и так далее, плюс Bn х в степени n. И допустим, что я хочу подействовать этим многочленом, найти значение этого многочлена на диагональной матрице А1 и так далее, лямбда 1 и так далее. Давайте здесь пусть будет не n, а какое-то другое число, m, а здесь будет вот такая штука. Заметим, что если я возведу вот такую матрицу в какую-нибудь степень, ну давайте для начала в квадрат возведу. Значит, что получится? Ну, у вас была домашка, которая вам нужна была диагональная матрица в разной большей степени возводить. Значит, что получается, если я возвожу диагональную матрицу в квадрат? Все элементы просто возводятся в квадрат. Действительно, если я умножаю, например, вот эту строчку на вот этот столбец, то у меня только вот эти два элемента перемножаются, все остальное нули. А если я умножаю как бы разные строчки, если я умножу, например, вот эту строчку на какой-нибудь вот этот столбец, то просто будет ноль. Поэтому это просто все вот эти штуки возводятся в квадрат. Ну и на самом деле то же самое справедливо для любой степени. И при сложении тоже эти элементы ведут себя независимым образом. Поэтому на самом деле значение многочлена на такой диагональной матрице это есть что такое? Это есть снова диагональная матрица, у которой чего стоит на диагонали? Значит, если я теперь хочу написать вот такое равенство, значит, вопрос, что стоит, например, на первом месте? p от соответствующей лямбды. Значит, p от лямбда 1 и так далее, p от лямбды n. Понятно, почему так? Отлично. Ну а теперь смотрите, а теперь все совсем просто. Значит, если у нас матрица диагональная, и если мы подставляем ее в характеристический многочлен, то получается, что мы в характеристический многочлен здесь подставили каждое из собственных значений. А с другой стороны, чему равняется значение характеристического многочлена на собственном значении матрицы? Нулё. Потому что мы так находили эти самые собственные значения. Они есть обязательно нули собственного, обязательно нули характеристического многочлена. Я скажу так, теорема Гаммельтона-Келли доказана для диагональных матриц. Точнее, даже не только для диагональных, а для диагонализируемых. Есть проблема о том, что мы не доказали эту теорему для недиагонализируемых матриц. Ну, действительно, пока не доказали. Значит, с одной стороны, мы докажем это аккуратно на следующей лекции. А с другой стороны, я могу сказать вот что. Диагонализируемые матрицы в некотором смысле типичны. Значит, если вы напишите, а бы какой многочлен, то у него, скорее всего, не будет кратных корней. У него, скорее всего, все корни будут разные. Утверждение о том, что у многочлена есть кратные корни, означает, что два корня или больше, ну, как бы хотя бы два, совпали. Утверждение о том, что что-то с чем-то совпало, это как бы такое очень ограничительное утверждение. Его, если мы немножко пошевелим наш многочлен, то мы обязательно его разрушим. Поэтому, в принципе, можно показать, что все диагонализируемые матрицы, как говорят, плотные во всем пространстве. То есть вы можете взять любую недиагонализируемую матрицу, немножечко ее пошевелить и получить диагонализируемую матрицу. С другой стороны, сам по себе характеристический многочлен — это непрерывная функция от матрицы. И значение характеристического многочлена от матрицы, посчитанное на этой же самой матрице, это тоже непрерывная функция от матрицы. Таким образом, мы получили непрерывную функцию, которая почти во всех точках, почти во всех матрицах обращается в ноль. Значит, она должна и на тех исключительных матрицах, которые недиагонализируемые, тоже обращаться в ноль. Я сейчас не претендую на то, чтобы я доказал полностью это рассуждение. Его можно довести до правильного, но нужно доказать несколько фактов, связанных с матрицами многочленными, и у меня нет никаких элементарных доказательств для этого фактов. Поэтому вместо этого я на следующей лекции дам вам другой доказательств теремы Гамильтона Келли, который будет обслуживать в том числе недиагональные матрицы автоматически. Но, тем не менее, вот эта идея тоже, мне кажется, довольно полезная, что нам на самом деле достаточно было доказать этот факт только для диагональных матриц, а для диагональных матриц он доказывается просто. Теремы Гамильтона Келли нам на следующей лекции еще понадобятся. Есть ли какие-нибудь вопросы по сегодняшней лекции? Хорошо. Ну что, тогда на сегодня все. До встречи через... Когда там во вторник. Рад всех видеть хоть виртуально. Так. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова